Большая половина этих надо, оно надо не нам. Они не понимают, почему он какой-то странный, ведет себя как-то хуёво. Надо кому и для чего? И самый важный вопрос, вот кто выигрывает в этой ситуации? Ну, чувак, если тебе надо идти на работу, как бы, то работа твоя говно. Привет, друзья! Это снова рубрика «Стыкань чая». Сегодня поговорим на тему, как свои надо сделать своими хочу. А пока я хочу, хочу, и мне это действительно надо, чтобы вы подписались на канал. И поставили мне вот этот вот палец вверх, короче. Хотя мне очень, блядь, заебывает об этом говорить. Но статистика говорит о том, что если этого не сказать, это не происходит. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк. А в конце я вам расскажу на тему, чего мы будем общаться в комментариях. Так, погнали! Короче, я думаю, каждый из нас произносит такие штуки, как надо. Я сейчас поговорю о важности момента наблюдения за тем, в каких случаях мы это говорим. И вообще всячески буду топить за навык такой рефлексии, короче, и наблюдения за самим собой в момент нашего общения, в момент разговора, в момент наших мыслей, в идеале. Если мы произносим «надо», это что говорит? Это говорит о том, что делать мы это не хотим, но нам это нужно. И вот в принципе, ну вроде как бы и логично, но на самом деле, если хорошенечко покопаться, а метод я расскажу, то выяснится, что большая половина этих «надо», оно надо не нам. То есть нас научили так делать, мы это не хотим, мы это делаем, но типа впарили, блядь, какую-то идею о том, что это важно. Что для этого надо сделать? То есть типа надо очень внимательно наблюдать за своей речью. И вот этот момент произношения слова «надо» хорошенечко анализировать на предмет чего. Надо кому и для чего. И самый важный вопрос, вот кто выигрывает в этой ситуации? И вы выясните, что на самом деле вы очень часто эксплуатируете то, что как бы, ну, вы делаете то, что надо для другого человека, для того, чтобы у него что-то там произошло. Ну, самое жуткое вообще, что я слышу, я слышу, к сожалению, это очень часто, это надо общаться с родителями, надо общаться с детьми. Вот, то есть что за надо? Типа надо кому и для чего? То есть если человек хочет общаться, это как бы один уровень общения, но надо, надо это говорит о том, что он не хочет видеть своих родителей, потому что у него там какой-то, не знаю, багаж обиды или еще какой-то херни, или ему это просто неприятно. По каким-то причинам, но он все равно это делает, играя роль хорошего сына там или еще что-то вроде. Но вопрос в том, кто от этого выигрывает? Человек проигрывает свое время, свои эмоции, его родители тоже проигрывают, потому что они не понимают, почему он какой-то странный, ведет себя как-то хуево и общение вообще похоже на общение через стекло. Знаете, так, когда руку так прикладывают и с другой стороны тоже. Вроде типа мы и соприкоснулись, но не особо. И, ну, кто выигрывает от такого общения? Родители? Нет. Никто не выигрывает. То есть если разбирать конкретно этот пример, вот так прям по чесноку, не выигрывает никто, проигрывают все. И проигрывают в первую очередь что? Время в свою жизнь, единственный невосполнимый ресурс. И свои точки для роста, потому что если они выскажут друг другу свои обиды, короче, вот, то это будет неприятно, да. Но это то, с чем можно работать, идти дальше, становиться ближе, короче, и счастливее, соответственно. Вот. Или там кому-то надо идти на работу. Ну, чувак, если тебе надо идти на работу, как бы, то работа твоя говно. Вот. И говно твой выбор работы. Если ты туда не хочешь ходить, ну, значит, что-то все-таки у тебя не так. То есть разбирайся. Видимо, непонятна мотивация, зачем туда доходишь. Вот. Ну, это так до бесконечности можно распутывать. Большинство людей говорят, там, они ходят за деньгами, что им нужны деньги. На что, зачем, на что ты их тратишь, что тебе это в жизни приносит. Кому это надо? Вот. Может быть, твои потребности, они чуть другие, ты эксплуатируешь потребности других людей. Ну, так разбирайся с этим и пускай они разбираются со своими потребностями. В общем, в любом случае все решается через диалог. Не через надо, а через хочу. Так вот, когда в жизни человека становится этих надо, блядь, просто немерено, он себя вообще теряет. То есть у него уже не остается места для своего выбора, потому что он эмоционально выгоревший нахрен. То есть у него есть очень много надо и практически не осталось никаких хочу. Так вот, наш вот этот список имеет смысл составить. Значит, что нам надо? Надо. Вспоминаем, сидим, копаемся и пишем. Надо. Раз, два, три, четыре, пять. Записали. Дальше колонка. Надо кому? Зачем? Кто выигрывает? И разбирайте вот эти вот ситуации. Короче, это будет неприятный опыт, но вам гарантирую станет очень легче в принципе по жизни, потому что вы обратите внимание, что очень много выбора сделано вообще непонятно как. Вся эта херня отпадет. У вас больше внимания направится внутрь. Даже само это упражнение, оно как бы этот навык уже развивает. И развидеть это как бы, как говорится, вы уже не сможете. Вот. Потому что уже один раз под запрос какие-то штуки в своей жизни поставили, под вопрос поставили и уже начинаете наблюдать и вас уже как бы не наебешь, короче. Отпадает куча лишнего. Вы начинаете разбираться и появляется наконец-то возможность докопаться до своих хочу. То есть разбирая вот эти вот надо, вы уже поймете, что то, что вы говорите надо, на самом деле это не хочу. И это будет уже таким как путеводным какой-то картой уже, да, по которой вы уже там как детектив будете, короче, двигаться вперед к себе внутрь и сможете найти, чего же именно хотите вы. То есть можно идти от обратного. Ну, к сожалению, блин, ну не учили нас в детстве мечтать, не учили нас себя слушать. Нас учили слушать родителей и то, что выгодно им. А в детстве, блядь, им выгодно, чтобы мы были тихие, чтобы мы меньше занимали внимания, меньше места и, короче, меньше хлопот. Это как бы их выгода. Вот. Соответственно, потом, ну, весь этот багаж мы и тянем дальше. И это печально. Потому что если бы нас всех учили делать то, что мы хотим, то мы бы разносили нахер квартиру, короче, постоянно шумели, кричали, игрались. Короче, и так далее. И находиться в этом помещении было бы, ну, достаточно проблематично. Ну, там тоже можно разбираться. То есть тот человек, который завел детей, потому что надо, вот для него это все ебаная мука вообще и кошмар. Вот. А тот человек, который осознанно к этому пришел, для которых рождение детей стали естественным продолжением их гармоничного, наполненного союза. То они от этого умеют получить удовольствие и радоваться тому, что смотреть на них и типа, блин, класс, типа, вот они делают, что хотят. А что я в своей жизни не делаю то, что я хочу? Ну, потому что у меня есть надо. Ну, понятно. Я думаю, подсказок тут предостаточно. И с этим списком, короче, идем дальше счастливо по жизни. Вот. И набираемся достаточно много смелости для того, чтобы вот эти все надо из своей жизни нахрен убрать. Но не все, вернее, я вынужден поправиться, а те надо, которые нужны не вам. А вот что делать с теми надо, которые нужны вам? Вот тут вот самая интересная штука. Вот эти надо вы меняете на хочу. Именно на хочу. И эти хочу вы расписываете по действиям. То есть не хочу абстрактно, типа, что-то там. Хочу быть здоровым. Ну, типа, и что это? Типа, я здоровый, пока меня ничего не беспокоит. Нет, ни хрена. То есть расписываем, типа, а что является маркером того, что я здоров? Так ли это на самом деле? И начинаем, как бы, шаг за шагом идти. Вот. То есть, типа, что? Ну, как правильно, да? Типа, следить за своим здоровьем. Это там регулярно появляться, там, сдавать какую-то сетку анализов там какому-то врачу. Ну, все. И идем, значит, и закрываем эти вопросы. То есть мы должны быть уверены в том, что это так, для того, чтобы смело себе поставить галочку, что моя хочу выполнена. То есть вот пошли там, сдали, посмотрели. Все круто вам говорят. Вы здоров, все прекрасно. И вы такие оп и довольны собой. Либо, если что-то не так, вы довольны, потому что вы делаете шаг себе навстречу, вы делаете себе лучше. Вы прокачиваете себя, свой организм, свою жизнь, свое жизнеощущение и пребывание, в принципе, здесь, в этом мире, в этом теле. Вот. Поэтому рекомендую всем все свои собственные надо сделать своими собственными хочу, а все остальные нахуй и в пизду сраной тряпкой, короче, гнать из своей жизни всех этих тараканов и все эти голоса, которые звучат в вашей голове, но вам не принадлежат. Напишите мне, пожалуйста, ребятки, я вас очень сильно прошу. Те надо в своей жизни, которые вы делали раньше, но они выяснилось, что не нужны. Вот. И было бы очень круто, чтобы вы рассказали более подробно. Ну, я с вами достаточно открыт и обещаю в комментариях тоже поделиться какими-то своими надо, которые были у меня и которые я уже успешно прошел, а может быть еще и не прошел. Может быть мы вместе какие-нибудь новые найдем. То есть когда есть такое понятие групповая терапия, да, когда много людей, каждый из них рассказывает о каких-то своих задачах и проблемах, то оно отзывается еще и смотрящим. И, ну, получается, что у нас работа как бы обретает такой синергетический эффект. Вот, соответственно, прошу вас делиться своими историями, а я буду делиться своими. До скорых встреч, друзья.